Приветствую сообщество YouTube. Сегодня мы находимся в Красноперекопске на стадионе Гахиме, городской стадион. Здесь проходит мероприятие, посвященное 25-летию команды Смена. Сейчас выступает ее основатель. Зрителей сегодня очень мало. Не хотят почему-то наши горожане активно участвовать в общественной жизни города. Это, конечно, большой минус. Вот мы видим рядышком, у нас тут школа номер 3 и первый микрорайон города. Давайте посмотрим, как все происходило. Минуточку внимания, дорогие друзья. Друзья, сейчас слово... Друзья, пожалуйста, у меня есть еще баллы. Николай Сергеевич, детская у нас корпоративная школа выражает искреннюю благодарность за ваш неоценимый вклад в создание, становление и развитие детской футбольной команды Смена. Спасибо. Спасибо. Также благодарность соглашается Павел Вячеславович. Андрей Вячеславович. Андрей Вячеславович. АПЛОДИСМЕНТЫ Громче аварии! Здесь неужели к этому штабу! Все замужели! Каждый из них молодец! Каждый из них настоящие герои! Громче аварии! АПЛОДИСМЕНТЫ Наше общее фотографирование на память! Здесь, в этой красивой арке, украшенной разноцветными шарами, мы здесь приглашаем на наше общее фото! Наше « Rebecca» Наше три – они wishes to make a 예쁜Est celle. Всеourt 1952 впомонтронны разноцветные программы. Оставь мою любимую кассету Давай передохнем А кубки зачем это? Это что дед не выйдет? А это там старик будет А это там старик будет А это старик будет А это старик будет А пасы в последних будет Сойти впереди Что там? Здесь человек не видать А что там? А что там? А что там? А что там? Уже дают конкурсы и программы Которые смогут при этом участие Все желающие А после этого конечно же Футбольный турнир Который мы все так долго ждали Под названием отцы и дети Победителю конечно же Мы дарим на память о сегодняшней встрече Такой замечательный Золотой бут На который написано Смена 25 Мы вручаем Андрею Гожи Кто фотографирует Рита? Разворачиваемся сюда Ну Андрюш, тебе еще сладкий приз В конкурсе Попадание в ворота По стоячему мучу Значит Самая младшая группа Забила два мяча Старшие забили Один мяч И самые-самые старшие Тоже один мяч Значит Кто победил? Малыши Правильно Команда победительница Пожалуйста Подходим сюда Малыши пять человек Которые пробивали И в день рождения Команды смена Этот праздничный Вернет Ура! 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 частью Перекопской группы озер, имеющего площадь 12,2 квадратных километра. Именно это озеро, имеющее огромные запасы калия, натрия и брома, и сыграло важную роль в процессе возникновения нашего населенного пункта. К этому озеру в 1931 году была направлена экспедиция геологов. После напряженных изысканий, предпринятых данной экспедицией, правительством было утверждено постановление о возведении на берегу этого озера крупного химического предприятия Перекопского Бромного завода. Вместе с заводом закладывался и новый рабочий поселок. Строительство началось в сентябре 1932 года, и с тех пор каждую вторую субботу сентября жители Красноперекопска отмечают день города. Сейчас мы с вами проходим возле отеля, так сказать, гостиницы городской Фантазия. Возле Фантазии находятся несколько кафе, баров. На территории от кафе есть фонтанчик. А сейчас мы пройдем еще до одного фонтанчика. Видим, какая аккуратненькая улочка тут, красиво все сделано. Руководство гостиницы действительно старается, благоустройством занимается. Сделано вот такие вот остановочки. Какие-то нехорошие люди уже вот так вот постарались и разбили вывеску. Проходим мимо аллейки. Такое вот красное дерево, это слива дикая. Сейчас пройдем до фонтана, до того сквера, в котором мы недавно с вами были. Там закончен полностью уже ремонт фонтана, вернее его строительство. Вот как бы пару дней его запустили. Фонтанчик работает. На территории церкви раньше был клуб бромного завода. Ну и поэтому стоял рядышком Ленин. В принципе, вполне кстати, да. А сейчас у нас тут церковь, и поэтому мы, конечно же, Ленина решили перенести в другое место. Ну посмотрим, куда его перенесут. А мы посмотрим немножечко еще на эту красоту, на такой фонтанчик. Детки радуются. И пойдем с вами дальше по улице Толбухина, одной из самых старых улиц города. При том, что город там еще нет и 100 лет, да. В отличие от многих других населенных пунктов Крыма, обладающих интересными топонимами, происхождение которых зачастую служит предметом напряженных научных дискуссий, Красноперекопск, название его хорошо известно, чему в немалой степени способствует совсем юный возраст города. Этот населенный пункт назван в память о бойцах Красной Армии, осуществлявших штурм Перекопа в одном из заключительных сражений Гражданской войны. 164 года название этого населенного пункта писалось красно через дефицит Перекопск, а жители Крыма и поныне нередко называют этот город просто Перекоп, что зачастую вызывает определенные затруднения, ведь на полуострове есть одновременно село, находящееся тоже на севере Крыма, под названием Перекоп. Осенью 1941 года в районе Красноперекопска шли тяжелые бои, в ходе которых немецкая 11-я армия под руководством знаменитого немецкого генерала Монштейна смогла прорвать Перекоп и устремилась вглубь территории Крыма. Однако перед этим Перекопский бромный завод был успешно эвакуирован вглубь территории Советского Союза. Город был освобожден от немецкой оккупации 11 апреля 1944 года в ходе крымской наступительной операции Красной Армии. А уже летом 1946 года бромный завод возвратился из эвакуации и возобновил производство. После войны Красноперекопск не только продолжил оставаться самым центром химической промышленности, но и увеличил свое значение. Богатые природные ресурсы озера Старого позволили начать строительство нового химического предприятия Крымского содового завода. Вообще на территории Красноперекопска были также предприятия промышленности различной. Перекоп Химстрой, потом ЖБИ различные, строились активно города Армянский Перекоп. Инфраструктура была довольно-таки развитая. После распада Советского Союза многие предприятия позакрывались. Также были тут пищевая промышленность и легкая промышленность, был швейный завод, фабрика. Вот видите, по улице Толбухина такие небольшие двухэтажные здания есть. Говорят, они еще времен войны. А озеро Старое сейчас перестало иметь такое значение, как природного водоема, потому что оно разделено на две части дамбой. В одну часть сливаются отходы, отработанная аропа, а в другой части закачивается, наоборот, эта аропа из сивошей для ее отработки. Сейчас мы подходим до братской могилы. Вот с этой стороны у нас охотничий клуб. Полочка сама по себе спокойная, немноголюдная. Здесь есть различные магазины, Детский мир, Эльдорадо, бывший универмаг, в котором сейчас продуктовый магазин, а второй этаж это мебель. Есть кулинария. И, конечно же, сквер, который я не так давно освещала в своем видео, к которому мы сейчас и подходим. Вот в этом сквере у нас братская могила. Мы видим стелы, памятник воинам, освободителям. И видно новые могилки. Постоянно происходят перезахоронения, находят новые останки. И этот год был не исключение. Так вот зелено и красиво. Дальше там у нас по улице кулинария. Туда мы не пойдем. Пойдем дальше в сквер. Это здание была какая-то секта. Сейчас все секты позапрещали законодательно. Что здесь есть на данный момент я даже и не знаю. Тут улочка, в принципе, коротенькая. Такая вот пушистая персидская сирень растет на радость горожанам. Замечательный день, 25 градусов тепла. Последний раз, когда мы здесь были, здесь кораблик стоял просто на бетоне. А сейчас сделали резиновую поверхность. Конечно же, деткам падает, если и падает, то гораздо мягче. Посмотрим, что тут еще. Да, еще один плюс этого сквера, что здесь есть кафешка. И от нее идет бесплатный Wi-Fi. Так что желающие прийти отдохнуть с детьми сюда, будут чем заняться. В кафе типа фастфуд. Видим, везде в сквере сделаны дорожки. А вот возле кафе какие-то есть недоделки. Там у нас есть лавочка, качелька. Возле них плиточка. А вот тут вот старый асфальт. Видимо, или частная территория. Территория магазина, возможно. Еще не доделали. Не знаю, будут доделать или нет. Но, конечно, немножко вид портит общий. Перед магазином, перед кафе ничего не сделано. На сегодня мы будем заканчивать. До свидания. До следующих.